всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф сегодня у нас понедельник обсудим сами итоги торгов что у нас происходит на рынке и что стоит ожидать а также обсудим с вами важные новости и интересные идеи как обычно смотрите это видео до конца не приматываем все станет приятно понятно ну а чтобы не пропускать на выпуск обязательно подписывайтесь на канал нажимайте кнопочку колокольчик число подписчиков растет а значит вам моя информация полезна вы с помощью ее зарабатывайте моя аналитика в большинстве случаев исполняется практически на 90 процентов кстати ребят сейчас началась крутая акция от тиньков банка для вас для зрителей подписчиков моего канала уникальная возможность заказать данную карту по моей ссылочке в описании под видео и воспользоваться всеми ее преимуществами во первых это бесплатная доставка по всей россии переводы до 50 тысяч рублей в месяц на карты других банках без комиссии пополнение карты абсолютно бесплатно через сеть партнеров банка по всей россии кроме всего этого в рамках данной акции заказав карту по моей ссылочке вы получите кэшбэк ах целых три тысячи рублей и бесплатное обслуживание навсегда при выполнении всего лишь одного простого условия рассчитываясь этой карты потратить за целый месяц всего лишь 7 тысяч рублей при переходе по моей ссылке открывается окно по заполнению заявки и вы здесь внизу данной заявки можете наблюдать прикрепленный промокод с теми условиями которые я описал соответствует при подаче заявления вам активируется этот промокод и вы автоматически будете участвовать данной акции акция пока по времени ограничена успевайте воспользоваться данным крутым предложением но а мы с вами традиционно начнем с индекса московской биржи вопреки всем всем армагеддончикам у нас сегодня индекс немножко отскочил но по факту по техническому анализу мы немножко не дошли до поддержки и главным триггером который у нас отвечает в общем за индекс и является двигателем нашего индекса и сцена нашего рынка это конечно акция сбербанка немножко позже посмотрим эти акции а для начала я бы хотел посмотреть некоторые идеи да с помощью которых сегодня удалось заработать на рынке в рамках моего закрытого вип-канала где я пишу свою аналитику в режиме онлайн и различные торговые идеи это что я покупаю сам но во-первых сегодня была зафиксирована прибыль по магниту который покупался в пятницу в пятницу как играл в предыдущем видео покупались некоторые бумаги но и собственно говоря сегодня они показали хорошую динамику а по магниту было забрано плюс один один процент с покупки в пятницу но и также сегодня был куплен банк втб под известные всем события которые будут завтра а многим может быть неизвестны и завтра будет отчет по мсфо за двадцать третий год и который должен показать положительную динамику и хорошие результаты по банку в целом в частности по банку втб в данной консолидации за последнюю неделю удавалось аж целых два раза прокатиться на котировках данная банка но и сегодня не стало исключением по 0,02429 котировок до был куплен банк на самых лаях то есть на нижней границе данной про торговки вот кстати эту идею техническую я укладывал свой бесплатный телеграм-канал еще в начале прошлой недели вот и в итоге сегодня был достаточно неплохой выход но так как я люблю покупать бумаги заранее не на ракете вот технической точки зрения правильно да когда бумага еще находится на своих так скажем технических поддержках перед отрабатывание фигуры соответственно на этой бумаге на выходе была забрана прибыль но и на выходе из консолидации втб был сегодня зафиксирован практически 12 процента то есть магнит больше процента 1 1 процент втб и алроса тоже покупалась пятницу тоже писал обоснования в вип-канале и все три бумаги были сегодня зафиксированы в плюс и получена прибыль мной и подписчиков подписчикам моего закрытого вип-канала но по втб на самом деле здесь все просто нас было консолидация наклонная линия в рамках вот выходов до из наклонной от этой линии данной консолидации все вот эти отскоки в рамках вид канала были отыграны ну и сегодня была закрыта третья сделка при выходе из данного канала но а в дальнейшем уже начали разгонять различные телеграм-каналы но уже поздно я в ракеты залезать не люблю а полю покупать перед данной ракеты вот перед выходом данной консолидации в чем здесь суть и но суть идеи в том что обычно покупают под отчет а собственно соответственно на выходе отчеты отчета бумагу фиксируют а если мы же говорим среди срочно про втб топов втб достаточно неплохая перспектива банк принципе наращивать свой капитал получил достаточно неплохую чистую прибыль порядка четырехсот миллиардов за прошлый год но мы это еще с вами увидим по с по мсфо завтра более точные цифры но в целом у банка основе ориентир был на достаточность капитала пополняет достаточных капитал то что банк больше всех пострадал в период 22 года у него очень много активов было за границей и соответственно после санкции после ведения санкций эту недвижимость связи с потерей этой недвижимости этими этих активов соответственно банка были большие убытки но мы видим что банк восстанавливается и это нам говорит о том что банк в скором времени скорее всего в двадцать пятом году а может быть и раньше удивить нас насчет выплачивать дивиденды вот естественно это позитивные моменты будут для котировок банка и тем более банк торгуется на достаточно низких отметках если мы смотрим к историческим хаям да то есть большим дисконтом по мере восстановления и получения наращивания прибыли банка соответственно банк котировки банка будут также достаточно неплохо восстанавливаться среднесрочно я бы его даже рассмотрел до на оставление в портфеле на год там скажем на полтора на два то есть банк достаточно сейчас торгуется с большим дисконтом и неплохо выглядит по отношению к аналогичным к аналогичным банкам котировки которых уже достаточно неплохо разогнали то же самое сбербанк спб банк и так далее бсп вернее банк ну и свои сделки я фиксирую в рамках данной таблички то есть виток 35 процентов было за январь за февраль уже 15 практически и 3 процента а есть две открытых позиции по идеям которая я их эти позиции держу вот буду докупать если дадут коррекцию вот но в целом пока по закрытым сделкам достаточно все неплохо выглядит пишу свои сделки я в закрытом вип-канале вступить в который подписаться на мою аналитику можно в по ссылочке в описании данного видео первая ссылочка на подписку вип-канал закрытый телеграм-канал вторая ссылка заказ карты тегов платеным с крутым бонусом 3000 рублей кэшбэка и бесплатное обслуживание ну и третья ссылка это подписка на бесплатный телеграм-канал где выкладываю также достаточно много важных новостей которые необходимо своевременно читать но а спекулятивно я думаю что по втб начнутся завтра фиксации по мере выхода отчетности вот возможно попытаются еще под разогнать до 00 25 25 то есть это треть это скажем отметка до которой могут докинуть котировки но какие-то более высоких скажем подскоков в рамках данной отчетности я на самом деле не жду потому что отчетность она вполне прогнозируемая она вполне соответствует тем ожиданиям которые закладывали руководство банка втб еще в прошлом году а что еще не интересно сегодня также был зафиксирован была зафиксирована алроса сегодня на подскоке покупалась тоже в пятницу но это уже вторая сделка на прошлой неделе по лосе также была забрана прибыль в принципе для спекуляции когда идет некая проторговка это достаточно интересные моменты когда можно в рамках этой проторговки нижней границы покупать у верхней продавать сегодня почему было ускорение на самом деле я думал что эту трендовую наклону не пробьют и будет отскок вниз снова к уровню 68 но по мере пробития трендовая сюда подключились технари и соответственно котировки немного подскочили вверх то есть после пробоя таких наклонной об которые несколько раз котировки ударяется идет ускорение то есть сюда подключается технари то есть те кто торгует по техническому анализу ну и соответственно различные реглан телеграм-каналы начали разгонять бумагу но особо то разгона мы не увидели но в рамках одного дня в принципе подскок достаточно неплохой для того чтобы забрать свою прибыль хотя бы спекулятивно у меня по алроса достаточно позитивные взгляды на эту компанию я свои ожидания в рамках вип-канала прописывал соответственно если будут котировки опять корректироваться соответственно я эту бумагу буду обязательно добавлять покупать до добавлять с целями которые я писал ранее здесь у меня по этой бумаге достаточно позитивные цели на 2024 год я бы к этой компании тоже присмотрелся вот и не исключал ее из возможных покупок покажу в рамках данной консолидации все зависит от общего фона нашего рынка также сегодня была интересная новость касательно поле металла давайте эту новость разберем посмотрим как реагируют котировки на данную новость этой компании а котировки мы видим достаточно неплохо сегодня корректируется что здесь интересно а интересное наверное в том да это вполне ожидаемо я об этих рисках уже неоднократно говорил все дело в том что по поле металлу идет продажа будет продажа российского бизнеса все мы с вами прекрасно помним что головная компания переехала в казахстан связи с этим держатели российских бумаг да на московской бирже автоматически были исключены из возможности получать дивиденды но а сейчас получать дивиденды и подавно держатели москов на московской бирже этих бумаг получать дивиденды не будут но эти события еще раз повторюсь они ожидаемые менеджмент компании уже ранее неоднократно сообщал о планах продать российские российские активы и я собственно на самом деле здесь не понимаю кто покупал эти акции да на московской бирже на что они рассчитывали вот эти действия которые сейчас мы с вами наблюдаем они были уже неоднократно всеми спрогнозированы это просто было очевидно и вот по результатам возможной сделки в пользу головной компании а о поле металл направит 1 и 4 миллиарда долларов в качестве дивидендов из которых 1 и 1 миллиард долларов будет использовано для погашения внутри группового займа но принципе достаточно неплохо направлять дивиденды скажем до выплаченные на погашение займа сокращать долговую нагрузку денежное вознаграждение же от а о мангазея плюс составит 50 миллионов долларов сша то есть это компания является покупателям российского бизнеса до потенциальным покупать покупателям для российских же инвесторов которые владеют акциями через московскую биржу собственно ситуация в кардинальном образе не поменяется вполне вероятно что акции продолжат торговаться в россии вполне вероятно но не исключено что будет делистинг это то собственно о чем я уже продолжительное время говорю о этих рисках о рисках делистинга с московской биржи может быть конечно некая альтернатива в плане обмена российских бумаг на акции которые торгуются в казахстане может быть такой вариант но на самом деле на мой взгляд маловероятен кому это собственно надо и при этом стоит понимать же да опять же что на данный момент разница в цене составляет более 15 процентов то есть в цене котировок торгующихся акций на московской бирже и в цене торгующихся акций на казахстанской бирже достаточно большая разница поэтому если здесь идет некая доля возможного обмена то естественно котировки должны уравнять а значит акции должны еще достаточно неплохо просесть но собственно говоря мы с вами наблюдаем именно эту картину сейчас начнут вылазить любители ловить падающие ножи да то самое вспоминаем сами себе же кстати по себе же тоже сегодня вышел отчет там 900 миллионов убытки естественно акции себе же на это достаточно неплохо отреагировали снижением многие ожидают доп эмиссию вполне вероятно потому что себе же все и все достаточно плохо покупать эту компанию я не советовал и по-прежнему не советую но не просто же так компания стоит так дешево вернее так дорого в плане оценки компании и так дешево если мы смотрим с вами по графику рынок соответственно сейчас справедливо оценивать данные котировки компании я бы сказал даже дороговато то есть по идее компании бы еще снизится мин достаточно ниже да вплоть до отметок 3536 вот на этих отметках котировка компании были бы себя по стоимости более оправданно чувствовать так вот возвращаясь поле металлу аналогичная ситуация может получиться вспоминаем с вами те компании которые у нас уже кинули миноритариев что стоит скажем той самую пола поле металлу кинуть миноритариев да в плане того что головная компания я думаю что навряд ли будет обменивать хотя такой момент тоже не исключен но я думаю что навряд ли будут обменивать казахстанские акции опять же на акции торгующих на московской бирже я думаю что головой компании это особо то и не нужно до делать такое одолжение нашим акционерам вот а вариант дальнейшего делистинга с московской бирже после продажи бизнеса он более реалистичен поэтому здесь по-прежнему существуют такие достаточно высокие риски можно пытаться конечно вот мы сейчас пришли к уровню до поддержки вот этого шипа можно пытаться здесь покупать на отскок но опять же вы должны понимать что здесь достаточно большой риск если даже вот здесь покупать дата нужно обязательно ставить стопы вот этот уровень иначе просто можно видеть как бумага обваливаться все дальше и дальше потенциал падения судя по истории здесь еще достаточно хорошие но во всяком случае нужно смотреть как ориентир на стоимость которая выражена на казахстанской бирже главная бумага о которой я уже говорил сбербанк собственно у нас сегодня также немножко отскочил попытался закрепиться над уровнем 289 пока это удается это такой главный уровень да если посмотрим с вами по истории то у нас здесь хай был 289 соответственно мы на прошлой неделе этот хай пробили перебили но под вечер откатились на фоне геополитических рисков на фоне смерти новостей о смерти навального но и на фоне опять же заседания центробанка по ключевой ставке что немало важно чтобы нам понимать с вами в целом температуру по фондовому рынку и на то что озвучил центральный банк на самом деле не особо позитивные моменты в целом для рынка для широкого рынка да есть отдельные истории есть отдельные бумаги которые отыгрываются идейные бумаги но в целом если мы посмотрим по широкому рынку широкий рынок покупать сейчас нельзя потому что ликвидность на рынке ограничены и вот это ограничение ликвидности в плане возможного дальнейшего тока с фондового рынка он вполне остается актуальным даже на второй квартал вплоть до третьего квартала потому что центральный банк пересмотрел свою точку зрения касательно снижения ключевой ставки перенес этот момент со второго квартала на третий четвертый квартал а значит ставки по депозитам будут на высоком уровне более продолжительное время соответственно будет возможность у многих физических листов которые разместили на на депозиты свои деньги эти депозиты либо переоформить либо продлить соответственно если мы ранее с вами рассчитывали что поток ликвидности будет от возврата этих депозитов при снижении ключевой ставки то сейчас эти сроки они сместились намного дальше соответственно ожидать приток ликвидности от вкладов сейчас ну не стоит да потому что дивидендная доходность многих бумаг на нашем рынке она не особо привлекательна если бы сравним опять же со ставками на вкладах это не говорит о том что наш рынок должен падать это говорит нам о том что расти рынку все будет сложнее пока и сложнее более агрессивнее да будет рост не исключая что даже перед ростом будет коррекция будет уже к в преддверии дивидендного сезона естественно ближе к дивидендному сезону можно будет отыгрывать отыгрывать уже дивидендные бумаги спекулятивно что собственно и будем делать по валютному рынку обратите внимание в пятницу да когда я смотрел вот на эту разворотную свечу от верхней границы данного канала а этот боковой канал я прогнозировал еще на уровне 87 и 5 я говорил что мы пойдем отрабатывать вот этот шип и та аналитика которая давалась на этом канале она полностью отработала это еще раз подтверждает профессионализм и точность прогнозов которые даются мной на этом канале я опять же не нострадамус там не ванга предсказывать я не могу но можно делать свои умозаключения свой анализ исходя из тех данных которые нам поступают а факторы за ослабление рубля я на уровне 87 и 5 приводил их было три и даже четыре фактора которые нам говорили за ослабление рубля что собственно нас сейчас и произошло я не думаю что сейчас до выборов президента дадут пробить вот этот уровень вверх хотя вот у нас сегодня была попытка укрепления рубля мы видим после разворотной свечи после огромнейшего объема у нас была попытка продавить вниз практически до 91 25 у нас здесь поддержка локальная но по факту если мы смотрим глобально мы находимся именно в том коридоре который озвучивали ранее представители центрального банка а что было сказано представители центрального банка что комфортный уровень комфортный гемпозон для бюджета страны для экспортеров это уровень около 90 и мы видим что нас принципе вот этот боковик он находится около 90 в равных то скажем долях выше 90 и ниже 90 волатильность никто не отмечет не не отменял на одном уровне на уровне 90 котировки ходить не могут это рынок рынок формируется спросом предложением соответственно сегодня спрос выше предложения меньше завтра наоборот приложение больше спрос ниже котировки идут вниз соответственно ход котировок должен быть мы видим вот этот боковик это вполне нормальное явление это проторговка инструмента в рамках поведения в факторах спроса и предложения поэтому пока что вот тот диапазон который мы видим это комфортный даже по определению центрального банка также сегодня сша в рамках опять же смерти навального то есть сейчас европа и сша пытаются разгонять эту тему вот естественно они используют все вот эти политические моменты для того чтобы но найти предлог для введения новых санкций и у сша сегодня была новость о том что рассматривает сша введение дополнительных санкций против россии самым главным и важным и негативным фактором если мы рассматриваем именно санкции конечно же будет санкции которые могут быть наложены на нкц и если таковые санкции будут то здесь конечно же в первую очередь нужно быть особо осторожными если у вас имеется то скажем электронные доллары то есть купленные на бирже естественно сразу же после введения этих санкций торги долларами евро у нас будут остановлены и если у вас есть купленные скажем на бирже доллары хранящиеся в электронном варианте да вы эти доллары купить вернее продать не сможете соответственно здесь единственный вариант либо покупать там фьючерсы на доллары до либо опять же покупать доллары наличные если опять же вам они нужны но ни в коем случае сейчас очень опасно держать доллары купленные на бирже если сша ведет такие санкции она вполне может вести такие санкции это во первых подкосит несколько не к некоторую работу московской бирже а мы с вами уже наблюдали на прошлой неделе технические сбои в работе московской бирже до практически два дня по моему подряд были технические приостановки торгов естественно если сша сейчас реализуют какие-то более агрессивные санкции хотя опять же когда сша вот такие так такого рода санкции наш опять же стреляет себе в ногу то есть введя такие такого рода санкции то же самое санкции на нкц то есть сша исключает оборот доллара полностью оборот доллара до которым наши экспортеры опять же рассчитываются соответственно сша тем самым будет стрелять себя в ногу и снижать оборот доллара в мире соответственно расчеты в национальных валютах они будут набирать все больше и больше оборот а все мы с вами прекрасно знаем что 6 сша у сша и главная цель это мировое господство мировое господство в плане расчетов долларах укреплять доллар а вводя такие санкции вот это то скажем цель она будет сама себя уничтожать постепенно мы и так все с вами прекрасно сейчас знаем понимаем что вот все действия со стороны европы это сша все санкционное давление она направлена против можно сказать себя то есть у нас идет все больше и больше расчеты идут в расчеты в рублях идут расчеты в национальных валютах в юанях там в рубиях индийских хотя правда мы с вами не знаем да чем мы за что мы будем расплачиваться этими рублями то есть совсем недавно такая ситуация возникала о том что накопилось достаточно большое количество этих рубий индийских вот рассчитываться ими не за что да то есть мы не не импортируем столько товара из индии за которым мы могли обратно рассчитываться теме той национальной валюты которую мы получаем за экспорт своего товара в частности нефти газового сырья вот собственно то пока в этом основная проблема то есть при развитии вот этих национальных расчетов национальных валютах нужно понимать что мы будем потом делать с этой национальной валютой что мы будем покупать за счет этой валюты то есть кому собственно нужны эти руки да в общем то никому да вот сейчас по-прежнему доля расчетов долларов в долларах евро достаточно имеет большой оборот да соответственно если мы получаем за счет реализации своего товара те валюты которыми мы особо не можем расплатиться но здесь возникает вопрос куда эту валюту собственно девать кому она нужна индекс московской биржи то пока здесь ну на мой взгляд такая нейтральная ситуация рынок пока сегодня не знает что делать но тот факт то рынок сегодня начали сливать это положительный момент я на самом деле на сегодня и в рамках телеграм-канала писал свои цели что мы должны допадать мы не допадали до в пятницу не допадали до уровня поддержки он нас находится уровне 2000 3230 мы почти сегодня до него дошли от этой поддержки конечно рынок начали откупать но это не говорит о том что завтра коррекция не сможет продолжиться у нас здесь уровень поддержки и целом зона покупателя находится вот в этом районе соответственно мы должны этот эту зону протестировать протестировать на план в плане скажем возможных покупателей будет ли здесь появляться покупатели которые поглотят продажи сейчас мы видим продажи стихли это не плохой момент но не нужно исключать дальнейшей коррекции вот у нас есть очень много незакрытых гэпов до дивидендного сезона принципе еще есть время и на мой взгляд было бы более интересным да если мы бы сходили закрепить эти гэп и собрали здесь ликвидность закупились бы акциями интересными потому что покупать здесь широким фронтом но кроме тех акций которые имеют опять же некоторую идею до к покупки вот здесь на самом деле но так себе идея другой вопрос будет после того как мы пробьем вот эту линию сопротивления на 3280 здесь уже будет технической точки зрения подключения до многих крупных игроков потому что мы пройдем важный диапазон сопротивления то что мы его пройдем я в этом не сомневаюсь вопрос времени но когда мы его пройдем вот здесь нужно быть осторожными вот такой вот так скажем обзор такие мысли мои сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу все ссылочки на соцсети находится под видео описание обязательно проходите подписывайтесь делать репост советуйте своим знакомым мой канал но я с вами прощаюсь всем хороших торгов желаю чтоб у вас всегда была прибыль но при этом нужно быть осторожными и дивизифицировать свои финансы с вами был дмитрий шеф всем удачи всем пока пока